Всем привет! С вами снова Evil Nerd и сегодня мы начинаем проходить такую замечательную игру как Just Master. Это довольно таки старенькая игра, примерно 2003 года, возможно в начале 2004 вышла, я не уверен. У меня русская версия, а знаете почему? Потому что это один из тех замечательных образчиков перевода, который нам подарила Акела, в то время когда она еще была непродажная и переводила нормальные игры. Тут есть и русская озвучка, которая вполне на уровне. Игра забавная, черный юмор, обычный юмор есть, поэтому актеры дурачатся и все замечательно. Когда я был в школе, я потерял диск, у меня была лицензия оригинальной игры и аддона, который, как ни странно, в те времена-то DLC были большие, хорошие. Но к этой игре вышел DLC, который подарил нам лишь один, кстати, один новый уровень. Ну, я был еще молодой, горячий, не понимал, что я зря свои 150 рублей потратил. Да, в те времена игры лицензионные даже смогли продаваться по такой цене. Ну и не будем так долго болтать, давайте начнем новую игру. И смотрим ролики. Играет музыка. О, да, тут кто-то есть. Кстати, каждую букву, которую ты выбираешь, игра озвучивает. Поэтому иногда, если быстро нажимать на буквы, то получается вот такая забавная прокадабра. Давайте введем, как назовут, Evil Nerd. Конечно, можно было Банзао себя называть. Но я думаю, Evil Nerd более злодейских звучит. Evil Nerd. Итак, эти подростки призывали меня в мир смертных. Я этому несказанно рад. Познакомьтесь, это Кремлин. Он обожает все эти электрические, энергетические вещи. И да, он вот такое тоже может делать. В этом ролике нам демонстрирует один из первых наших призраков. О, да. Это один из таких самых таких необычных. Да, вот это один из его любимейших фокусов. Только тут, конечно, не показали, но в игре он более крывавый. И вот мы заполучили. В наше распоряжение целое здание. Между миссией мы сможем наведываться сюда. Смотреть, как расположились наши... Наши призраки. В каждой миссии мы можем получать новых призраков. Но об этом чуть позже нам сама игра расскажет. И вот мы сейчас пойдем на глобальную карту. Эти привидения помогали тебе! Не забывай... Да-да, конечно, не забуду. Карта сделана достаточно неплохо. Единственное, края такие получились обрезанные. Но это, наверное, из-за большого разрешения. Я выстрел из своего родного разрешения 1920 на 1080. Поэтому, возможно, какие-то небольшие графические неувязки. Но я посмотрел первую миссию и не увидел. Давайте сейчас посмотрим на нашу базу. Это здание Гривенвильской школы станет твоей... Так, чтобы не слушать эту дамочку. Все-таки у нее голос не самый подходящий к этой атмосфере. Итак, это наша база. Музыка, кстати, в игре шикарнейшая. Только послушайте эти мелодии. Чем ближе ты к победе на уровне, тем она становится все более и более яростная. В целом, все классно. Вот мы видим нашего паучка Топатуна. Мы можем посмотреть на его способности. Можно давать им приказы. А тут эпитафия есть. По некой причине, многие смертные ужасно боятся просто живых пауков. Не говоря уже о живых-мертвых. Разные типы, орда, уровни, оковы. Оковы, кстати, это места, куда можно посадить наших призраков. Тут можно перемещаться по этажам. Как вы видите, тут очень много еще свободных точек. Но позже мы вернемся сюда и поближе рассмотрим все. А сейчас время обучения. Да, я готов. Как всегда готов. Я беру тебя в женское общежитие Каппа-Лямбда Грейденвильского университета. В настоящий момент там находится всего несколько студенток. И если ты сможешь напугать их всех до смерти и заставишь убежать прочь, этого будет достаточно для проверки твоих способностей. Ну? Перед выходом на задание... Да-да, я знаю. Чтобы пройти эти шесть закладок, предоставляют доступ к шести различным классам трениров. Кто у нас есть? Возьмем. В выстроенном порядке возрастания их силы. Спрайты расходуют твои ресурсы меньше всего. А ужасы требуют очень много энергии, чтобы пройти обучение, что весьма и весьма... Ну вот, мы выбрали своих пришельцев, призраков. В общем, большинство своей миссии нам нужно всего лишь напугать. Наши цели. И всё. Но в некоторых у нас будет более интересное задание. При нажатии на End, Home, можно подниматься и опускаться. Даже всё тут можно это делать. Ну что ж, давайте посмотрим на наши цели. Вот одна из них, Speed. Конечно, местами напоминают симсов. Но в этом есть кое-какая задумка, потому что... Это как бы симсы только для злых гениев, можно сказать. И вот мы можем увидеть первое нашего призрака, которое мы можем получить. Это Ведьма Боря. Посмотрим, что она нам скажет. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ч-хи! Проклятая пыль! Я когда-то выливала ураганами, дорогушка! Но с тех пор, как меня засосало в эту электрическую метлу, я способна только на это адское чихание! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-па-ш-хи! Но всё будет совсем по-другому, если мне удастся освободиться! Уверяю тебя, я подниму такой ураган, который разбудит даже мёртвых! Да, будьте готовы, что большинство наших призриков немного долбануты. Давайте вот поставим сюда нашу обезьянку. Где зовут у нас Помеха? Странно. Раньше, по-моему, звали немного по-другому, но ничего. Тут у нас есть приказы, мы можем ставить разные условия. Пока что у нас мало условий, но потом мы можем вплоть до того, что когда определённый человек подойдёт, используя определённую способность. Так, что мы можем делать? Все устройства в данной области начинают вести себя странно с глаз. Это что делает невезучим странное поведение. Используем полное безумие. Как видите, у нас в запасе покажется только 100 очков. Чем больше ужас у местных, тем больше очков мы можем использовать. Отлично, дорогуша! Да-да, конечно, не будем её дослушивать. Всё-таки она не самый лучший образец перевода тут. Так, и... Давайте уберём. Теперь отправимся на второй этаж. И... Куда можем его поставить? Надо найти что-нибудь с насилием связанное. Это у нас... Это земля. Давайте паучков пустим сюда. Под сюда. И способности нападения тварей. Почему не получилось? Ну ладно. Пока что пусть у нас так будет. Возьмём, привяжем её к... В проходе. Где у нас есть тут проходик? Есть у каждого призрака свои акулы. Например, у ведьмы, бури, это, наверное, в проходе. На дорожке или в коридорчике. Давайте... Удары грома или порыв ветра? Давайте вот порыв ветра устроим. А куда я его засунусь? Я не знаю. Походу я его зря взял. Так как я не вижу ни одного... Примета, куда можно его... Засунуть. Ну ничего. Эмоции. У нас эмоции... Тоже что-то я не могу найти нигде. Так, а как вниз опыскаться с клавиатурой? Не помню. Давайте попробуем. А, вот эмоции. У нас не так много осталось очков. Ну, давайте оцепенение. Сейчас давайте подробнее смотрим. Вот мы одну уже напугали до полу смерти. Она убегает. Но самая... Ненавидит пауков. И ненавидит оставаться одной. Мы ее изгнали. Благодаря того, что она пауков увидела. Давайте... Что? Мы ничего не можем использовать. Давайте привяжем сюда нашу обезьянку. Берем его. И заставим испортить полное безумие. Наша ведьма бури, кстати, может... Привлекать к себе... Эээ... Смертных. Так, воздух. Насилие. Ничего с насилием я однозначно не вижу. Ах, общежитие. Мы видим тут... Женские тряпки. Давайте вот теперь сюда привяжем. Разбудим... Эту девушку. А то... Спит. Непозволительная роскошь у нее. И привяжем ее... Паучка сюда. Кто у нас тут спит? Дороти. У нее у нас слабости... Неизвестны. Как-то у нас еще сильно напуган. Что-то я никого не вижу, кто у нас напуган. Хорошо так. У всех вера высокая. Давайте повернем, посмотрим... Продолжить. Я не туда нажал. Пары ветра. Не, зря я взял и ужастика все-таки. У него нет тут никакого. Давайте удар грома. Бум. Испугали Дороти. Скоро Дороти такими темпами от нас сбежит. Пока давайте привяжем вот сюда. Куда может привязать его? Нет. Ну, обратно привяжемся в холл. У него есть такая способность, как ТК Шторм. Нам до него еще не хватает, но... А у тебя цепленение пока что. И сюда снова паучков. Надо постоянно давить на смертных, чтобы они не чувствовали себя спокойными. Иначе они успокаиваются и потихоньку отходят от... Мы, кстати, туда еще можем его засунуть. Давайте прикажем песню Сирени исполнить. Надеюсь, паучки успеют поработать. Мы использовали песню Сирены и привлекаем на это место. На это место смертных. Это временный эффект. Но помогает заставить смертных идти туда, куда нам надо. В принципе, очень полезное. Вообще, то, что часто нам нужно заставить смертных куда-то идти. Мы, по-моему, еще кого-то изгнали. Да. Мы изгнали Дороти. Как раз стук от кого мы разбудили. Наша ведьмочка... А, нет, это паук. Ползучие побеги. Вырастил из паркета. Давайте рассмотрим, что на шумеют. Страх. Он накидывает страх и ничего. В принципе, самые слабые способности. Но иногда помогает. Когда нужно заставить откуда-то уйти. Но вот это самая крутая способность. Самая крутая. Он страшный кидает. Все предметы поднимает. И смертные этого очень боятся. Паука. Нападение твари вызывает множество пауков. Прятки. Тоже. Нечасто подобное. Только там. Имезапно появляется возе смертного. И ведьмочка. Жалко, что ее нельзя на первый этаж поставить. Кто у нас тут? Натали тоже сейчас убежит. И... Скоро Блэр. Где у нас Блэр? Она спускается на первый этаж. Вот. Нам показали, что кто-то убежал. Давайте снимем ведьму. Уберем. И сделаем... ТК-шторм. Чтобы кончательно ее... Давай. Давай быстрее. Все. Мы... У нас осталась последняя. Блэр и Велча. И мы ее тоже прогнали. Сейчас обычно начинается... Классная мелодия. Но сейчас ее не слышу. Возможно нужно, чтобы убежали эти девчонки. А то у нас... Многие еще... В панике бегут дома. А вот они убегают все. Почему-то они уходят не через главную дверь, а через боковую. Ну что ж, мы завершили этот уровень. Обучающий. Во. Начинается эта мелодия. Она обычно играет перед тем, как последняя убегает. И она действительно меня всегда завораживает. Эта серия получилась немного длинной. Ну, 20 минут. Следующая серия будет гораздо короче. В крайнем случае, получил всего лишь одну тыковку. Но ничего. Пойдет. Золотую плазму, которую мы получаем за миссию, мы можем тратить в зале призраков. На новые способности у наших подчиненных. У нас два новых уровня, которые мы и займемся в следующей серии. Давайте посмотрим, как устроились наши призрачки. Ты можешь потратить свою золотую плазму... Да вот нам краспеты и говорят. На учрение своих привидений новым способностям. Для этого щелкни на призрака, а затем выбери меню его способностей. Ну, вот так вот. Надеюсь, вам понравилась эта игра, заинтересовала. Если это так, то я продолжу проходить эту достаточно интересную игру. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, что меня смотрели. И до новых серий.